Тим Зе Фокс из Сергия Пасада в России. Мы создали образовательные обучающие игры для детей. Огромное количество и планшетников, и телефонов, и постоянно растет. И дети играют с ними иной раз гораздо больше, чем родители. У нас самих есть дети, и мы хотим, чтобы они играли не просто в какие-то развлекушки, но что-то при этом узнавали. И есть два типа игр на рынке. Один тип – это образовательные игры, которые, в общем, образовательные программы, они скучные, и детей не занимают больше, чем на несколько дней. И второе – это развлечения. Это просто трата времени. Они совершенно никакой ценности не имеют, образовательные обучающие. Поэтому мы решили создавать какие-то хорошие, качественные образовательные игры для детей. Должна иметь хорошую графику, развлекать. И такое ненавязчивое обучение при этом обеспечивать. И вот так вот мы решили и создать нашу программу. Сейчас мы используем почти все типы мотиваций, покупки в приложении и так далее. Для маленьких детей, мы полагаем, что это что-то там неприемлемо. И сейчас у нас почти 800 загрузок по всему миру. Потому что детям нравятся наши игры. И мы. И у нас также в прошлом году Apple нас упоминал и выбрал как самое лучшее приложение Apple в июне. И у нас много-много загрузок на Windows фонах и платформе Windows. У нас очень много конкурентов, но мы даем хороший образовательный контент для ваших детей. У нас сейчас три проекта. Это Team the Fox. Состоит из четырех мини-игр для того, чтобы обучать счетным навыкам. А потом различия между съедобными и несъедобными продуктами. А потом еще проект для маленьких детей. Пазл. Потом пальчиковые навыки. И понимание форм и так далее. И у нас также есть игры для рисования. И причем это не просто рисование. Но и простая математика, простейшее вычисление и так далее. Если хотите, да, то можно и судьи могут отдать вам в свое время для вопросов. Можно задавать вопросы. 800 тысяч загрузок. Какова цель? У вас уже. Зачем вы тогда идете к нам? Это не подписка. Это одноразовая покупка. Нам нужно выпустить новую игру по плану через несколько месяцев. Поэтому нам нужна помощь и партнерство, чтобы ускорить наш процесс разработки и сделать больше игр. Каждая игра дает, конечно... В общем, они связаны друг с другом, они помогают устанавливать другие игры. Если уж одну загрузил, то и дальше вошел. Вы говорите, что вы лучше. Чем лучше? Наши пользователи любят нас. Покажите вашим детям и поймете. Мы тестировали, проверяли. Нам нужно продать нашу игру дважды игроку, ребенку и родителям, потому что у них деньги. Они платят за это, поэтому родители должны увидеть, что наша игра, цена у нее есть, она полезна. Это, в общем, не просто тот же самый мусор, что и у других. Вот, посмотрите, мои малыши сейчас могут уже, вот, например, считать научились, поэтому игра хорошая. Поэтому мы видим, что наши конкуренты этого не имеют. Если вы загружаете игру у наших конкурентов, вы увидите, что у нее абсолютно вот обучающего компонента нет, чисто развлечение, без какого-то обучения. Мы даем хорошую, очень обучательный компонент, ценность, потому что у нас есть эксперт, привлеченный в детском обучении. То есть мы делаем хорошее решение, принимаем при разработке наших задач для детей. А вот длинный вопрос. Вы сказали 800 тысяч загрузок, а сейчас мы видим, что в App Store количество ваших приложений и вот за время существования игры. Сколько из этих 800 тысяч платили? Есть статистика? Да. Это меняется иногда, но в прошлом месяце, например, примерно 15% конверсия. И это будет какие-то... Несколько миллионов рублей. Рублей. Да, поэтому вы и здесь. Может быть, вам нужно просто поработать над существующей моделью. Мы делаем игры для маленьких детей. Там нужно наложение, voice-over. Это дорого стоит. Поэтому нам нужны партнеры, чтобы дальше развивать на других рынках. У нас мы хотим на 10 языков перевести, но, в общем, поближе и тогда. В общем, поэтому мы здесь. Там есть еще, как вот Михаил Славуин, это как 5 миллионов пользователей. Да, вот мы в этом году собираемся их получить. Еще вопросы? Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.